приветствую всех с вами тормот и сегодня мы продолжаем играть замечательную игрушку ой сити skyline только что просто записывал мат геймтику и поэтому как раз так что мы сегодня с вами делаем так но давайте поработаем немножечко с районами у нас вот есть один район с как он там у нас называется до высокотехнологичные дома высокотехнологичные дома дают очень интересный эффект вот если вы посмотрите на стоимость земли то здесь как раз стоимость земли очень высокая здесь у нас будет эти самые как она коммерческая зона и опять же домики давайте мы здесь проведем еще один очень интересный райончик ну как интересный относительный час что-то пошло не так а почему ты не хочешь рисовать мы только что с вами стерли райончик но но и так и не нарисовали так дорожки рисуют а районы не хочет рисовать а дебил тормот что-то сегодня заработался и поэтому тупит так ладно восстанавливаем здесь у нас коммерческая хотя давайте все это вместе сделаем одним большим район вот такой вот у нас будет райончик давайте здесь обрежем чтобы он нам так вот аккуратненько и будет у нас аккуратненький красивый райончик здесь давайте так вот чуть-чуть уголок прибавим и красиво обрежем здесь тоже обрежем вот нос второй райончик здесь мы сделаем поддержку коммерческих зон давайте посмотрим политики этих конечно же высокотехнологичные дома поддержка малого и крупного бизнеса ну и пока что запрет грузового нет поощрения велосипедистов это с велосипедисты мы там потом разберемся пока что давайте оставим все именно вот так поэтому крупные и малый бизнес и высокотехнологичные дома дальше у нас будут здесь офисы это все у нас офисы и офисы тоже давайте мы это сделаем по райончикам вот так вот это все у нас офисы давайте погрубее наверное все таки все это размажем а потом обрежем а теперь берем маленькую и маленькую и вот так вот будем обрезать кто не знает обрезать правой кнопкой мыши тут ничего сложно просто ведете по дороге она сама к нему прилипает и правильно обрезает то что нужно вот такой вот у нас теперь райончики здесь давайте тоже обрежем чтобы все было четко так это у нас получается как он переименовывать мы их не будем я знаю что их можно переименовать просто смысл особого не вижу здесь у нас получается офисы и коммерческие зоны есть а ну потому что мы с этой стороны с вами захватили коммерческую зону давайте мы другую сторону коммерческих зон тоже с вами заберем вот так вот делаем берем этот кусочек и проводим его вот так вот давайте вот так тоже сюда захватим а теперь обрезаем ай слишком маленькие кусочки да слишком маленькие кусочки поэтому он все это вместе ладно давайте оставим с дорогой чтобы все это у нас тоже было нет вот так вот 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 здесь мы сейчас тоже просто сделаем ее потолще чтобы она лучше обрезалась если чуть-чуть подумать то можно придумать выход из любой ситуации вот так вот и вот так вот эта дорога у нас не будет входить в этот район поэтому если мы здесь сейчас сделаем запрет на запрет грузового транспорта да то это у нас грузовой транспорт не будет ездить вот по этой дорожке хотя давайте мы ее тоже обрежем чтобы запретить грузовому транспорту проезжать где-нибудь по центру вот этот район но в этот район не входят вот эти дороги то есть вот это центральная будет входить но по ней не будут проезжать грузовые автомобили так ну и теперь нужно политики давайте выбираем наш стиль здесь мы не будем пока выбирать какой у меня тут кстати скачаны кое-какие стили стиль по умолчанию ладно понятия не имею так небольшое увеличение цены высокотехнологические дома увеличивают ценность вокруг них содержание жилой дом то есть это для жилых домов как я понимаю ну ладно нам нужно промышленные ой не промышленные врук поддержка крупного и малого бизнеса потом дальше для компаний в деловых районах свободный отдых услуги из услуг запрет домашних животных небольшое снижение накопления мусора небольшое уменьшение радости гаража ну какие у нас могут быть в офисах домашние животные но пока не будем установка датчиков дыма это очень дорогостоящее у меня конечно 16 тысяч но пока что это достаточно дорого логализация легких наркотиков школы бесплатно так а давайте-ка мы им сделаем жесткие сроки заключения если кто-то у нас в офисах будет очень сильно бразятки или еще какие-либо преступления там не только денежные там убивать воровать вот всех кого поймают в этом районе будет ждать более жестокие сроки заключения дальше так стоимость земли вокруг парков и площадей ну это кстати можно будет добавить и в другие места почему бы и нет это очень хорошая штучка ну запрет курения мы пока не будем делать а вот так давайте у нас что тут еще есть я честно сказать уже давно не помню давно не пользовался этими штучками поэтому только не у меня на задворках старый город но это все мы на потом оставим потому что старого города у меня здесь не будет мы потом с вами будем начинать город вот именно в европейском низком стиле там не будут вообще высокотехно высоких домов мы везде будем ставить запрет высоких домов и я скачаю еще специальную как они называются стиле да стиле там так ну пока что вот так вот следующий у нас вот этот райончик тоже давайте сделаем а вот давайте тоже хочу сделать высокотехнологичным здесь у нас видите поднимается стоимость земли а вот это коммерческое немножечко не хочет нам помогать в этом стоимость земли остается желать оставлять желать лучшего я даже думаю что мы с вами возможно вот этот момент даже изменим но не сейчас так дальше что мы будем так с этими райончиками сделали вот этим райончиком тоже займемся но займемся чуть позже у нас такой неправильной формы здесь еще не везде даже все не везде и произошли постройки но у нас очень много людей требуют промышленность промышленности или деловых зон то есть у нас есть два варианта либо еще офисов подоставить либо увеличить еще промышленность давайте я вам покажу один маленький момент я вспомнил я однажды использовал очень интересный проезд перекрестков давайте я сейчас прибавлю скорость чтобы у нас проезд перекрестков заключается в том что он имеет функции кругового движения ну точнее может иметь функции кругового движения с проездом прямо я не скажу что это очень хорошая дорога но на этапах перекрестка и минимум площади задействованы она очень удобно давайте я вам покажу как это выглядит приблизительно вот предположим у нас вот так проходит дорожка мы из этой дорожки берем и например отсюда проводим давайте десять и десять вот так вот провели здесь у нас будет идти какая-нибудь широкая дорожка подсоединяться и будет проходить она насквозь то есть туда тоже куда-то будет уходить как мы делаем мы берем дорогу с односторонним движением и делаем здесь кольцо где-нибудь на расстоянии я вам сейчас скажу ну пять будет достаточно выбираем вот такую штучку и выбираем именно вот этот наш пять и пять смотрим ну если вы хотите чтобы было поменьше то вот так вот его уменьшаем и смотрим вот что-то вот это нужно только для того чтобы у вас они были одинаковой длины вот когда вы будете соединять ну вот я предлагаю наверное сделать вот так и вот так вот вот мы с вами сделали теперь по центру мы делаем четырех полоску стандартную изменения вот так вот и теперь тут можно по центру сделать подсоединение дороги сейчас я вам покажу например вы берете и и не всегда с таким узким проездом у вас получится ставить широкие сейчас я вам покажу такой момент тоже вот сейчас оно получилось нормально но это не всегда чем уже вы будете делать проезды тем хуже у вас будет происходить ну точнее тем может неудачнее происходить вот этот перекресток здесь могут быть всякие искажения появление травы на асфальте либо всякие переломы некрасивые вот такой вот маленький перекресток и здесь вы его должны должны настроить так чтобы здесь не было ни в коем случае левых поворотов помните как мы это делаем стрелками движения все это по стандарту здесь здесь вы оставляете как хотите можете здесь сделать только поворот направо чтобы они уходили здесь у вас будет только поворот направо все правильно здесь нет поворота налево если хотите чтобы оно действовало как круговое движение то можете включить движение прямо это будет вот на эту полосу только единственное что у нас с полосами я направление не следил давайте мы сейчас направление изменим вот так вот вот теперь с направлением все правильно опять выбираем стрелки движения выбираем это ой понятно прошу прощения поторопился поторопился так включить и выключить и включить опять стрелки движения нам нужно запрет поворота налево и здесь у нас будут те которые поедут прямо они будут проезжать прямо потому что у нас две полосы как раз разрешают движение прямо по третьей полосе будут уходить у нас направо здесь будет платок проходить сплошняком не будет сосредотачиваться и скапливаться большое количество здесь тоже самое вот мы делаем движение сейчас здесь убираем поворот налево здесь мы убираем тоже поворот налево если хотите чтоб как было круговое движение еще раз говорю включаете проезд прямо вот тогда он будет вам разрешать круг делать ну как круговое движение но это не очень удобно здесь лучше всего сделать только поворот направо это как классически это делается вот такими вот штучками чтобы был только поворот направо чтобы они не пересекались и было максимально вот если вы посмотрите вот так вот получается вот это и такой минимальный проезд здесь можно в эту сторону так же сделать дорогу соединить начиная уже заговариваться обязательно убираем отсюда светофоры они здесь не нужны и вот такой вот у нас получается красивенький перекресток смотрите он намного меньше занимает место чем как бы вам сравнить вот со всеми этими вот вот такой вот перекресток ну любое круговое движение будет в любом случае больше а вот этот такой вот маленький разъезд его можно использовать когда у вас уже существует город и вам нужно улучшить в нем проезды например есть какие-то две широкие дороги вот наподобие вот этого перекрест пересечения вы здесь делаете например двойную по центру с трамвайками и такие два боковых но здесь не очень хороший пример получится слишком много соединений а вот что-то наподобие вот этой вот этого соединения можно будет красиво сделать и вот это соединение вот если что то давайте я вам продемонстрирую на примере тоже еще один вариант как переделать перекресток предположим что у нас этот перекресток очень сильно загружен и вы можете сделать в нем вот такую вот развязку конечно же не такую огромную а маленький вариант этой развязки вот это классическая развязка только здесь очень острые углы а должны быть лепестки ну как клевер такие развязка с лепестками для того чтобы здесь угол был не острый а вот таким вот проездом они должны проезжать я потом кстати может быть не на запись я здесь исправлюсь сделаю эти лепестки чтобы они лучше здесь проезжали и потом вам покажу чтобы вы не видели мои мучения как я это все буду переделать а вот с этим перекрестком мы давайте прямо сейчас с вами займемся и его переделаем я вам покажу один очень интересный момент здесь мы все соседние дороги уничтожаем они нам не нужны это мы убираем здесь самое первое что мы делаем это сейчас да давайте мы выберем основную дорогу которая будет иметь нагрузку давайте вот это будет дорожка идти так а вот эта дорожка будет идти на пересечения выбираем минимальный штрих и нам нужно указать здесь 9 9 это минимальное расстояние для такой развязки вот так вот и теперь спокойно опускаем их вот у нас получился маленькое пересечение а теперь выбираем шоссе и ставим из угла в угол зажимая ctrl b вот с таким вот перекрестком даже нет неправильно вот так вот да или нет и нет вот так все правильно до этого и тут тоже зажимаю нажимаю ctrl b чтобы она не была не кривой ctrl b как раз смягчают углы если у вас установлена модификация по сжатию углов и вот так вот вот мы с вами провели дорожки я включу проезды потому что сейчас у нас темновато и мне хотелось бы чтобы было здесь посветлее так убираем светофоры сразу же чтобы они нам не мешали их здесь не будет и теперь нам нужно сделать вот из этой всей развязки если посмотреть на ту то она вот так вот приблизительно выглядит и здесь нужно сделать все то же самое вот запрет поворотов налево выставляем соединение перекрестка ну давайте я даже вот так вот соединю чтобы не было проблем вот так здесь по центру двойную надо будет пропустить здесь у нас так здесь мы сделали поворот только направо здесь поворот только направо вот она стандартная система для этой развязки чтобы мы могли чтобы разрешить им ездить здесь тоже самое прямо можете разрешать совершенно во все проезжать а вот с крайней правой только поворот направо чтобы они ну конечно же чтобы если бы здесь было шести полосное то с трех полос было бы удачнее здесь конкретно поворот направо здесь только прямо чтобы не было никаких поворотов налево здесь только поворот направо и здесь тоже только поворот направо ну и аналогичным способом мы делаем с вами все перекрестки поворот только направо поворот только направо Движение только прямо Поворот только направо И поворот только направо Вот так вот выставили И последний Перекресток Так 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 И вот так Я по моему где то Нет все нормально Оп Все поворотов нету Вот здесь забыл Я же помню что Вроде бы что то забыл Так А вот эту давайте уберем здесь Чтобы было идентично Так убираем и так убираем Да здесь только поворот направо А здесь можно в любую Ну даже можно не в любую А только в эти две Так Нигде ничего не пропустил Вроде бы Так Они сейчас соблюдать это Ничего не будут Потому что Ну потому что они такие Так Где то я здесь светофор забыл снять И обязательно конечно же нужно Ограничение скорости Везде указать Сейчас я вам покажу Ограничение скорости Да Она одинаковая Например на 90 км в час Давайте вот так Чтобы ничего нигде не тормозило Желательно выставлять Чтобы не было проблем На ту скорость Которые пересекаемые дороги Вот если здесь 50 То нужно выставить все на 50 Так что мы сейчас берем Ну я хочу сделать наоборот Вот эту выставить на 80 Значит всю развязку Надо будет выставить на 80 Что то у нас с вами много получилось Про развязки Вот поэтому придумывайте Как хотите Это уменьшенная версия Вот этой громоздкой развязки И функционал такой же Совершенно Вот можно хоть эту маленькую Переделать Ну нет Хотя там функционал Наверное все таки повыше будет Но Вот они так проезжают Сейчас просто темновато Здесь у нас нету лесенок И здесь нельзя переходить пешеходом Поэтому здесь обязательно Надо будет сделать Пешеходные Пешеходные мостики Так Ну давайте мы Теперь Здесь мы с вами как раз Не доделали Я хотел Поставить Промышленную зону И увеличить Удлинить Вот это шоссе Это шоссе Мы с вами тоже Удлиним Одной развязкой Но мы пока что с вами Увеличиваем город Поэтому Вы уж извиняйте Что мы сейчас Не строим Никакие там Вот Из уникальных сооружений Все это достаточно рано Как я думаю Это пока рано Мы даже с вами Еще автобусы Не запустили У нас есть только Один общественный транспорт Это трамвай Я с них Первый Начал Я с них Начал Именно из-за того Что я их Не видел В игре И мне было Очень интересно На это посмотреть Ну давайте Мы ее вот тут Сделаем И вот тут Вот такие Вот у нас здесь Будут развязки Здесь мы с вами Сделаем Вот так вот И Давайте все таки Прямую Здесь мы проведем С вами Прямую Не вижу угол 83 90 Не получается Сейчас Ctrl S Попробуем Вручную добиться Ну Только так Мне показалось Или я дважды Ее поставил Нет Так Ну и здесь Давайте быстренько С вами Соединим Ее Ну Можно даже Ctrl S Вот так вот Ой Это моя ошибка Такая не нужна Давайте А давайте Мы ее Скругленной Сделаем Так Вот Да Нет Вот так вот 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 такая Дорожка У нас Получилась И Рядышком Закончим Прямыми Я думаю Заканчиваем Здесь Шоссе Ну Здесь Не буду Пускай Все равно Кольцом Будут Пользоваться Верхним Здесь все будет Промышленностью Вот Вот С этой С этой Стороны Шоссе Скорее всего Будет Коммерция Между Я скачал Давайте Вот Такую Поставим С этой Стороны Опять же Так вот Сделаю Не ставлю Вплотную Потому Что Ой И поставил Вплотную Замечательно Сказал Не ставлю Вплотную И поставил Вплотную Так Здесь мы Быстренько Проводим Место Уже Занято Давайте Ка Мы Его Вот Так Вот Сделаем Вот Так Вот Здесь Проводим Если Не проводится То Я говорю Снимайте Привязку И осуществляйте Вот Так Вот Она будет Более Устойчива И Вот Этот Длинный И Длинный Промежуток Будет Казаться Более Реалистично Что Он Не Прогибается И Не падает С двумя Колоннами Это Вполне Возможно Даже Если Поставить Более Широкие Колонны Это Будет Лучше Выглядеть Чем Вот Эти Кругленькие Вот Ну Я думаю Я так Пока Оставлю А вот Эти Промежутки Мы С вами Так же Заделываем Обычными Дорожками Только Конечно Не такими Высокими Не под Землей А вот Так Вот С такими Фонариками Они у нас Будут Чайки Контрол С Давайте Включаем Привязку Чтобы Все Было Красиво И Хорошо Чайки Кстати Надо Будет От Них Избавиться Если Вас Раздражают Чайки Есть Модификация Которая Уничтожает Этих Ну Да Можно Так Уничтожает Этих Чаек Убирает Или Звуки Есть Вообще Убирает Этих Чаек Чтобы Даже Визуально Не было Видно Вот Поэтому Поищите На самом Деле Модификации Я даже Встречал Несколько Разновидностей Вот Вот Такой Бульвар Я На самом Деле Так Как Я Люблю Улучшать Все Доделывать Достраивать Я Вот Скачал Такие Специальные Штучки Сейчас Вот Так Сейчас Мы Сделаем Очень Красивый Парк Надо Включить Чтобы Оно Уже Начало Менять Цвет И Было Лучше Видно Да Так Вот Уже Проще Уставить Уставить Я Сосредоточен Чтоб Не Промазать Поэтому Немножечко Помолчу Вот Так И Вот Так Да Посмотри Сколько Чаек Появилось Так Вот Так Вот Вы Можете Все Их Сделать Ну Улучшайте Как Хотите Там Деревца Ставить Есть Специальные Модификации Чтобы Можно Было Отдельно Ставить Скамейки Урны Прям В Игре А не Заниматься Этим В Редакторе Вот Поэтому Это Все Можно Сделать Да Вот Как раз Чайки Начинают Уже Раздражать Ладно Давайте На этом Бульварчике И Закончим Сегодняшнюю Серию Сегодня Мы С вами Назначили Район Деньги У нас Идут Просто Просто Льются Рекой Но Поверьте Мне Это Только Кажется Как Только Мы С вами Начнем Прибавлять Что-либо Вот Мы С вами Разграничили На Следующем На Следующей Серии Мы Уже Будем Здесь Делать Новые Промышленные Районы И Вот Тут Я Хочу Сделать Промышленные Район Со Специализацией На Лесозаготовки Вот Как Вот Этот У нас Спринг Сквер Всем Спасибо Что Смотрели Очень Рад Мы Движемся Очень Медленно Но Детально Все Все Будет Метро Будет Автобусы Все Будет Не Волнуйтесь Постепенно И Туризм И Пляжи Мы Когда Доберемся Мы Там Начнем С вами Строить Всякие Всякую Коммерцию Коммерческие Пристани Вот Так что Всем Спасибо С вами Был Тормот Обязательно Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Мне будет Очень приятно По лайкам Я На самом деле Сужу Сколько Человек Смотрит Мои Видео И Всем Спасибо Всем Пока